Здравствуйте! Меня зовут Ермаков Петр, я один из основателей ОДС Компьютера, делаю школу машинного обучения Data Gym и работаю по моде дата-сайтистом. Рад приветствовать вас на Тизере с СМЛ. Вместе с Мишей Трофимовым мы делаем эту секцию, посвященную инженерному подходе на машинном обучении. Данная секция проходит уже четвертый раз на DataFest, и в этот раз мы готовы представить более шести докладов на нашей секции. Позже я расскажу вам о самых интересных докладах, которые уже есть у нас в заявке. Присоединяйтесь к нашей сессии, смотрите и задавайте вопросы спики. Всем привет! Меня зовут Миша Трофимов, я занимаюсь в Data Science уже более шести лет, и успел попробовать его, наверное, с почти всех сторон. Был период, когда я занимался ресерчем, у меня есть несколько статейник, то есть даже весьма цитируемые. Я успел попробовать спортивный анализ данных, у меня звание как у грандмастера, я соавтор курса про спортивный анализ данных. Я успел попробовать машин лернинг в продакшене, занимался поиском антифрода, это не, борьбой с фродом, антифродом. Занимался рекомендационными системами, в том числе высоконагруженными, и довольно много строил ML-инфраструктуру. Помимо всего этого, я еще люблю делиться знаниями, поэтому я преподаю в школе Data Gym, иногда выступаю с какими-то метапами, докладами или рассказываю про свои соревнования, и в целом я просто очень люблю анализ данных. А, да. Привет, Миша, я рад, что мы с тобой увиделись, чтобы записать вступительный ролик нашей секции ССМЛ. Ребята уже увидели, кто мы такие. Я, Петя, это Миша. Миша, расскажи, что для тебя значит вообще ССМЛ, ML-инжиниринг, в чем ты видишь вообще тему этой лекции, этих секций, этих докладов? Ну, в моем понимании ССМЛ это про обвязку вокруг ML-ингоритма, то, что делает его живым компонентом какой-то большой системы, и та часть, которая обычно содержит в себе мало науки, но очень много инженеров сложностей, которые часто разбиваются реальные проекты. Та часть, про которую не пишут статьи, но которая критически важна для того, чтобы система стала жить. Ну, приведи пример, допустим, в Кегле вообще ССМЛ, ML-инжиниринг, он имеет место применения? Ну, в каком-то опосредованном смысле да. Там нет ССМЛ, как то, что инструменты доведения до продакшна, но есть инструменты каких-то оптимальных вычислений, того, как организовать свою работу, чтобы она поместилась на том железе, который у тебя есть, как-то ее поделить, используются всякие оптимизаторы, ускорители, сжатия разного рода, вообще всякие тулы, которые оказываются полезны для продакшна, в том числе полезны для Кегла. И в этом смысле какой-то ССМЛ возникает, какой-то ML-инжиниринг, но не совсем тот, о котором мы говорим, когда говорим про продакшн. Ты в этом году первый раз со мной делаешь эту секцию. Почему ты решил присоединиться к готовке этой секции? В чем вообще тебе она показалась интересной? Ну, последнее время я работал над задачами ML-инженерной структуры, довольно сильно погрузился в эту тему, в то, какие инструменты есть, какие инструментов не хватает, что можно сделать, где прям больно-больно. И мне хотелось как-то помочь эти вещи донести до людей, собрать доклады на эту тему и помочь тебе с кем-драгом. Спасибо. Я думаю, что в этом году вышло даже лучше, чем когда-либо, потому что особенность подготовки, она расширена во времени была, и мы набрали достаточно много классных докладов. Также кажется, что из-за того, что это видео не будет никакого мандража, опасения, как это, боязни публики, боязни сцены, поэтому у нас получится спикерами записать отличные видео, которые потом будут отлично смонтированы и представлены квинтисенция всего ССМЛ, который может быть в их докладе. Представляю вашему вниманию первый тизер доклада от Степана про умную ленту ВКонтакте. Степан расскажет про то, как идея воплотилась в высоконагруженный сервис на продакшене. Всем привет, меня зовут Маркевич Степан, я работаю в команде Курамели ВКонтакте. Наша команда отвечает за всевозможные виды рекомендательных систем в продукте. И в этот раз я расскажу об устройстве умной ленты ВКонтакте с самого начала до самого конца. Мы пройдем весь пайплайн разработки этой рекомендательной системы, полностью замкнем цикл. Затронем такие темы, как сбор данных, выбор наиболее оптимальной и эффективной модели в продакшене, применение ее под нагрузкой в десятки тысяч КПС, АБ-тесты и многое другое. Помимо этого, мы развеем базовые представления об работе умной ленты, плавно перейдя к ее реальному устройству. Уверен, будет интересно. Далее Александр Толмачев расскажет о построении системы мониторинга метрик на базе Google Cloud Platform. Всем привет! Меня зовут Александр Толмачев, и я Head of Data Science в компании Exola. В нашей компании специалисты ДС разрабатывают аналитические решения и вводят их на процесс настоятельности. Я бы хотел вам рассказать о системе, которую мы разработали. Это система мониторинга продуктовых и технических метрик. Задача ML здесь вводится к выявлению аномалий в поведении временных рядов. Система учитывает разные циклы, сезоны, тренды, классическая история. Но основной интерес здесь связан с тем, что эта система работает автономно на решениях Google Cloud Platform. Мы долго изучали и работали с AWS, Google Cloud Platform, и данное решение будет интересно тем компаниям, которые планируют создание решений в облако. Мы использовали несколько сервисов Google Cloud Platform, и у них у всех есть свои плюсы и минусы. Нам будет достаточно интересно узнать по разным ограничениям взаимодействия сервиса, стоимости решения, скорости работы, возможных нагрузок, которые выдерживает система, а также как мы внедряли это в продакшн и получали обратную связь от бизнеса. Это очень интересно. Следующим тизером доклада у нас идет Мегафон. Николай Попов расскажет про крафтовые ML, как они автоматизировали автоэмейли на Spark и BigDate. Всем привет. Меня зовут Николай. Я работаю в команде аналитических сервисов. И мой рассказ пойдет о том, как мы строили свой автоэмейли. Во-первых, о том, как нам пришла вообще эта идея. Во-вторых, о том, что мы сделали на данный момент. Ну и, наконец, о нашей целевой картине. Что же мы хотим получить на выходе? Следующим тизером Дима Миронов из NVIDIA расскажет про ускорение глубоких нейросетей и способы их профилирования. Всем привет. Я Дмитрий Миронов, архитектор AI-решений в компании NVIDIA. У каждого диплёрнера наступает этот момент. Момент, когда твоя нейросеточка уже достаточно умная, но еще недостаточно быстрая. Когда хочется ускорить цикл обучения. Или когда для перевода сети в продакшн необходимо снизить задержку между запросом и ответом. В своем докладе я расскажу о том, как делать это эффективно. Какие инструменты существуют и в какой последовательности их правильно применять. Мы на живом примере запустим профилировщик и посмотрим, как типичные трюки по ускорению нейросетей влияют на производительность. Если твоя моделька все еще обучается, посмотри доклад целиком. В следующем тизере Фёдор Ратников и Максим Рябинин расскажут о децентрализованном глубоком обучении, о том, как они с помощью технологии, аналогичной тем, что используют в торрентах, децентрализовали обучение нейронных сетей и могут их обучать на чем угодно, вплоть до тостеров. Привет, меня зовут Максим, мы слежем из Янекс и Сёрч, и в своей серии докладов мы расскажем вам про децентрализованное машинное обучение. Наша область уже давно превратилась из игрушки для исследователей в многомиллионную индустрию. Компания вкладывает сотни тысяч долларов в серверную инфраструктуру и сбор данных, чтобы обеспечить себе конкурентные преимущества. Даже обычные люди все больше осознают ценность своих данных и не всегда готовы вам их отдавать просто так. Другими словами, хорошие модели и обучающие данные стали ценным ресурсом, и мы должны научиться работать с этим ресурсом вне зависимости от его расположения. Наша секция посвящена двум аспектам этой проблемы. Сначала мы разберем подходы Federated Learning, которые позволяют участникам обучить общую модель, не отправляя друг другу свои данные. Поговорим об основных алгоритмах, тонкостях реализации и историях применения таких систем на примере мобильных приложений и медицинской диагностики. Также мы обсудим несколько недавних статей, открывающих дорогу к совместному обучению нейросетей на общедоступном железе без потребностей в дорогостоящем кластере. Пользуясь этими подходами, можно получить модель такого масштаба, для которого ни у одного из участников не хватило бы вычислительных ресурсов или даже память для хранения параметров. Увидимся с вами на DataFest в треке ССМЛ. Обещаю, будет интересно. И последний тизер доклада у нас от спикера, который не первый раз выступает на наших ССМЛ метапах. Александр расскажет про автоматическое описание керна с помощью CV. Уже Александр рассказывал про применение машинного обучения и CV для поиска дефектов в колодках подвижных составов. Всем привет! Меня зовут Александр Данчуки. Я являюсь сооснователем техническим директором компании Aurora AI. С помощью Computer Vision и Machine Learning мы производим автоматизацию горнодобывающей промышленности. После выемки керна из бурового станка во время того, когда происходят геолого-разведочные работы керн помещается в палету. Палеты поднимаются из шахты и отправляются в документаторскую, где геолог вместе со своим ассистентом производит первичные описания и оценку разных геологических параметров. Это трещиновидность, выход керна из бурового станка и самое главное количество руды в керне. Этот процесс долгий, трудоемкий и зачастую в нем присутствует много человеческого фактора. Я расскажу, как можно это автоматизировать. Спасибо! Дорогие друзья, это не все доклады, которые будут у нас в секции. Еще некоторые согласовываются. Особенность DataFest, что доклады будут выходить на канале в течение почти целого месяца. Так что присоединяйтесь к нам. Миша, ты хотел бы что-нибудь добавить? Нет. Смотрите, оставляйте комментарии, общайтесь с докладчиками. Have fun! Окей. Всем хорошего дня, отличных нетворков и отличного DataFest. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok